А сейчас коротко о ситуации с коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено 174 заразившихся. Состояние каждого четвертого потребовало госпитализации. Остальные лечатся дома. Что касается выздоровевших, к их числу добавилось 155 человек. К сожалению, увеличилось число умерших. Болезнь унесла жизни еще пяти наших земляков. В статистике по вакцинации от коронавирусной инфекции на сегодня более 11,5 тысяч белгородцев, привитых первым компонентом. 1495 человек прошли полный цикл вакцинации. Еще 19 179 в очереди на прививку. Сегодня в Белгородскую область поступила очередная партия вакцины. Ее получат 15 медицинских учреждений, в том числе прививочные кабинеты. Новой партии вакцины «Спутник Ви» в 7200 доз хватит на 3600 человек. Желающих будут прививать постепенно двумя компонентами. Все дозы хранятся на площадках медицинского центра мобилизационных резервов. Практически каждую неделю партии обновляют с учетом особенностей хранения вакцины. С нами согласовывают поставки, то есть смотрят, насколько у нас происходит выборка со склада вакцины. В лечебно-профилактической организации видят, что за неделю у нас вакцина выбрана, и нам сразу поставку организовывают очередную. Дозы «Спутника Ви» размещены в холодильниках с температурой не выше минус 18 градусов. Для транспортировки вакцины в районные больницы и прививочные кабинеты также используют специальные термобоксы. Получает сегодня «Спутник Ви» Шебекинская центральная районная больница. В округе уже открыты 4 пункта вакцинации, в том числе и на сельских территориях. Уже привито 470 человек. Сегодня мы получаем новую поставку. Это 300 доз первого и второго компонента вакцины для дальнейшей иммунизации. К нам приходят, как уже ранее записанные, те, кто записывался на сайте ЦРБ, либо на сайте департамента, либо по телефону, который у нас работает для записи на вакцинацию, как и вновь обратившиеся люди. В настоящий момент общий объем поставленной в регион вакцины составляет более 56 тысяч доз. Завтра ожидается поставка еще более 14 тысяч. С сегодняшнего дня запись на вакцинацию через сайт областного департамента здравоохранения и подведомственных организаций приостановлена. Но есть возможность подать заявку через единый портал государственных услуг. Это для того, чтобы был единообразный учет на территории всей Российской Федерации, который обрамлен как бы в эгиду государственной отчетности. Мы ведем регистр вакцинированных, регистр записавшихся. По работе сайта госуслуг по записи будет оцениваться работа медицинских организаций, жалобы, неудовольства пациентов. Но при этом сохранилась запись через регистратуру и в телефонном режиме тоже. И когда лично люди приходят более старшего возраста в поликлинику, мы тоже регистрируем их желание записаться на вакцинацию. Продолжение следует...